Буквально через несколько лет Даугавпилское музыкальное училище будет отмечать столетие со дня основания. За это время учебные учреждения закончили многие талантливые музыканты. В этом году список выпускников пополнят новые молодые люди, которые планируют связать свою жизнь с музыкой. В среду, 31 мая, для них прозвенел последний звонок, а уже совсем скоро начнутся выпускные экзамены. В праздничный и немного грустный день музыканты с удовольствием рассказывали о годах учебы в школе и делились своими планами на будущее. Как теоретик и я очень благодарна нашему директору за вот именно эту возможность, потому что в дальнейшем я понимаю, что ну и в дальнейшем у меня будут возможности больше. И в академии при поступлении и смогу выбрать для себя, что мне больше ближе будет. Я очень рада вообще, что учусь в этой школе замечательной. Мне нравятся педагоги, мне нравится атмосфера здесь, мне нравятся мои коллеги, однокурсники. Всех объединяет одно целое, это музыка и ни в одной другой школе такого нету, как здесь. С наступлением лета в училище начинается не менее горячая пора. Помимо экзаменов и концертов идет активная работа приемной комиссии. Многие ребята разного возраста уже приходят в учебное учреждение, желая поступить на одну из нескольких программ. Одни планируют освоить какой-либо музыкальный инструмент, другие же собираются заниматься вокалом. Фортепиано классический, как классический инструмент и достаточно обширный инструмент, который соединяет в себя фактурно все элементы музыки. Он остается популярным. Изначально саксофон, да, саксофон последние 5-6-7 лет очень сильно поднялся. Он вытеснил даже такой духовный инструмент, как кларнет, который тоже достаточно нужен для сифонических оркестров. Поэтому саксофон тоже идет хорошо и тоже уже так нам надо смотреть, потянем ли мы. Если все девочки, например, хотят теперь играть саксофон, это красиво выйти с саксофоном. Кроме того, очень популярным в последние годы стало отделение гитары. Научиться играть на этом инструменте, как Джимми Хендрикс или Джон Уильямс, мечтают как парни, так и девушки. И, кстати, на многие программы действуют скидки на обучение вплоть до 90%. Всю интересующую вас информацию о поступлении в музыкальное училище имени Станислава Брока, программах и стоимости можно получить в самом учреждении, которое располагается по адресу улицы Кандовас 2А, а также на сайте www.sbdmv.lv. Продолжение следует...